Честно вам признаться, я даже не предполагала, что тема текстуры теней и то, какими кистями лучше с тенями работать, до сих пор актуально, потому что столько много информации в интернете, столько много уроков по макияжу, но все равно я ежедневно сталкиваюсь с ошибками, как обычных людей, так даже и блогеров, которые обозревают косметику. И сегодня мне хочется поделиться информацией, которая для кого-то, возможно, совершенно не будет в новинку, но я знаю, что для многих все равно это будет полезная информация, особенно если вы новичок еще в тенях. Сегодня мы с вами будем говорить конкретно о тенях, о текстурах теней и как к этим текстурам поступиться, чтобы получить наилучшее нанесение и наилучшую растушевку. Перед тем, как я уже перейду непосредственно к теме видео и объяснениям, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы уже подписаны, обязательно нажимайте на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, тогда YouTube всегда будет вас оповещать о выходе моих новых видео и вы тогда меня никогда не потеряете и всегда актуальные и свежие видео будете смотреть. А теперь, когда я уверена, что вы это все сделали, давайте приступать к теме видео. Начну я, наверное, с того, что перечислю самые главные текстуры теней, а именно это матовая текстура, сатиновая, шиммерная или металлическая, это в принципе практически одно и то же, и глиттерная. Чем они, в принципе, между собой отличаются? Матовая, я думаю, это достаточно очевидно, это текстура теней, которая не имеет вообще никаких бликующих свойств. То есть, если вы нанесете матовые тени на веко или на руку, сделаете сводч, свет от матовых теней абсолютно никак не преломляется, то есть, как бы вы не повернули руку, к примеру, со сводчем, тени будут выглядеть одинаково. Что касается сатиновой текстуры, то здесь название было заимствовано от соответствующего типа ткани. И по своей сути, это тени, которые преломляют свет, которые имеют своеобразный такой вот как влажный блеск. Блекующие свойства этой текстуры теней, в принципе, достаточно мягкие, то есть, сатиновые тени никогда не будут выглядеть броско. Это очень мягкий нежный финиш, здесь вы не найдете ни блесток, ни какого-то очень ярко выраженного преломления света. Эта текстура теней очень спокойная. Что касается металлических теней, то это наиболее популярная сейчас текстура, очень многие компании выпускают металлические тени. Название металлика было взято, опять-таки, для демонстрации максимальной аналогии с металлическим блеском. Очень ярко выраженная текстура, вы сразу поймете, что это металлические тени, потому что они очень напоминают эффект фольги. Такие тени в палетках всегда легко найти, потому что они выглядят как будто наиболее масляными. Что касается глиттерных теней, то здесь база может быть абсолютно любая, будь то матовая база, сатиновая или металлическая. Но в этих тенях вы найдете обязательно вкрапление блесток. То есть эти блестки невооруженным глазом различимы. Не просто преломление света, не просто отражение, не просто зеркальный блеск, а именно наличие блесточек. Теперь, что касается кистей. Если вы спросите конкретно мою точку зрения, то я категорически не рекомендую с тенями работать с синтетическими кистями. Синтетика очень плохо набирает определенные текстуры, особенно это касается металлических текстур. Отвратительно просто синтетические кисти как набирают, так и отдают, так и растушевывают эту текстуру. И в принципе не только эту. Для того, чтобы сделать абсолютно любой макияж, который вы только можете себе представить, вам понадобятся разнокалиберные плоские кисти из натурального ворса. От какой-то достаточно большой до крайне маленькой. И также вам непременно понадобятся кисти для растушевки. Это могут быть классические кисти для растушевки, как вот такая вот, так и более заостренные формы или какие-то похожие на эти. Что касается матовой текстуры, то, как я и сказала, она наиболее простая. Ее можно как набрать, так и положить, так и растушевать. В принципе, любой из этих кистей. И при этом вы вряд ли столкнетесь с сильно большими проблемами. То же самое касается и синтетики. В принципе, с синтетической плоской кистью матовая текстура тоже неплохо набирается. Но вот растушевывать синтетика я не люблю. Растушевку мы в принципе обычно делаем матовыми текстурами теней. Если это мы говорим в первую очередь о классике, даже если не о классике, матовая текстура это, грубо говоря, единственная текстура в тенях, в которой вы можете задать форму, если вы хотите исказить свою собственную форму. То есть, если вы хотите создать такой вот визуальный обман, сделать там глаза больше, шире, уже, я не знаю, любые вот такие манипуляции, то в 99% случаях эти манипуляции выполняются как раз таки матовыми тенями. И это как раз таки связано с тем, что все остальные текстуры, они так или иначе преломляют свет, а при преломлении света у вас может теряться вот это направление формы, которую вы задаете. Что касается сатиновых теней, то они тоже достаточно просты в использовании, то есть их лучше всего набирать плоскими натуральными кистями и также переносить их навека. Также они отлично набираются и растушевочными кистями. И в принципе, если вы решите делать макияж сатиновым оттенком вот так вот прям в растушевке, то вы тоже вряд ли столкнетесь с сильно большими проблемами в плане вот таких вот кистей. То есть, отлично можно как набирать, так и напрямую растушевывать. Самые большие проблемы возникают, наверное, с металлическими тенями, потому что как раз таки вот эта текстура самая капризная. Ее труднее всего набрать на кисть и труднее всего растушевать. Именно поэтому, когда мы сталкиваемся с фразами, что эти тени лучше всего набираются и переносятся пальцем, то это, скорее всего, относится именно к металлическим теням. Но на самом деле металлические тени отлично наносятся на какие-то плоские кисти. Единственное, здесь есть небольшая хитрость. Вы, когда набираете эти тени, нужно не поглаживать их, а немножко поэлозить кистью в разные стороны. Таким образом, поверхность тени немножко разрушается и лучше переносится на кисть. Что же касается растушевки металлических теней, то здесь опять-таки принцип заключается в том, что на плоскую кисть мы наносим оттенок, после чего наносим его на веко, и тогда уже берем чистую растушевочную кисть и чистой кистью начинаем металлические тени растушевывать. Если вы попробуете на растушевочную кисть нанести металлические тени, скорее всего, у вас ничего не получится. То же самое касается каких-то вот таких вот синтетических растушевочных кистей. Если вы будете пробовать набрать или нанести, скорее всего у вас получится просто отвратительный результат. Что же касается глиттерных теней, то это моя наименее любимая текстура. В принципе я стараюсь вообще с такой текстурой не работать. И если мне нужны дополнительные блестки, я их просто потом поверх с людой добавляю. Но если же вы все-таки решите работать с такой текстурой, то я в идеале советую вам набирать эти тени опять-таки плоской кистью. Можно также кисть смочить фиксирующим спреем для того, чтобы эти блестки немножко удержать. Самая большая проблема как раз-таки этой текстуры заключается в том, что вы наносите на века базу, а блестки все у вас осыпаются и оказываются вот здесь вот под глазами. Для того, чтобы блестки меньше всего осыпались, лучше всего нанести изначально тени на кисть вот такими вот поглаживающими движениями. Дальше кисть сбрызнуть немножко фиксирующим спреем для того, чтобы зафиксировать уже непосредственно на кисти эти блестки, после чего наносить их на века очень осторожно похлопывающими движениями. Вот в принципе и все. Казалось бы банальные такие правила, но на самом деле если вы вот именно так подойдете к теням, к нанесению и к растушевке, вы получите гораздо лучше результаты, чем если вы будете как-то по-другому к ним подходить и как-то пробовать другие варианты. Новичкам особенно важно с самого начала приучаться к правильному использованию, нанесению и растушевке теней, чтобы потом себя не переучивать. И я очень надеюсь, что эта информация стала для вас полезной, если вы уже сталкивались с проблемами, о которых я говорила. И также я очень надеюсь, что если вы попробуете мой подход, то вы получите намного лучше результаты. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте мне палец вверх. Как я и говорила в начале, обязательно подписывайтесь, если вы до сих пор этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, оставляйте комментарии и мы с вами тогда увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok